Так вот, дубасик тут, да? Ну, в общем, сейчас. История такова. Сейчас, я приведу всех своих персонажей, скажем так, в одно место. Ребят, продам Вальку за 35 лямов плюс четвертую. В общем, Кэйди Кэлла. Эта дама, блядь, я хуй знаю, человек мне задонил тысячу рублей, чтобы я рассказал о Кэйди Кэлла. Познакомился я с ней ВКонтакте. Познакомился я с ней ВКонтакте. Сейчас я вам покажу ее страничку. Сейчас к моей маме зайду на страничку, секунду, а то она у мамы в друзьях, я ее уже давным-давно удалил. Вот. Блядь, как это рабочий стол включить? Вот. Кэй, вот, Кэйди Кэлла. Вот эта дама, с которой я когда-то встречался. Вот она. Сейчас она похуже, чем была раньше. Раньше она была такая, у нее пердак рабочий, ля. Пердак рабочий, татушка на всю спину. Ну, вы поняли. Это не транс. Ты шо? Вот. Ну, короче, нормальная баба. Нормальная баба. Вот. Фу, сука. Хексагент, сам трансуха. Да, я транс. Поэтому нормально. Вот. Как все начиналось? Начиналось все весной. Был я, получается, на тот момент парнем, так скажем, подкачанным. Она не транс. Мы оба транс. Вот. Я был на тот момент подкачанным человеком, так скажем. Пердак. Да, пердак рабочий. Вот. Да, 14к у меня на Киви. Вот. Исходя из этого... И что, ебать, РНС-ка? Это все мои сбережения, еб твою мать. Я собираю бати на комп. Вот. Я же продаю все. Я работаю в интернете, если ты не знал. По поводу Кэйди Кэлла. С этой дамой я познакомился в ВКонтакте, сидя ночью. Вот. Сидя ночью в ВКонтакте, она мне написала... А, я ей лайкнул фотку, а она мне написала. Мы с ней начали переписываться. Ты слушаешь, да? Братишка, ты слушаешь? Ты слушаешь, Чиня? Ты слушаешь? Как там? Ты слушаешь, Чиня? Вот. Все для зрителей. В общем, 1400 сосисок в тесте. Вот. Мы с ней познакомились, получается, гуляли. Она приехала в Киев. Она на тот момент, короче, была за границей. Она... Да, ну вроде ты ей песню кинул. Да, да, да. Я ей песню кинул. Вот. Получается, она на тот момент была во Львове, когда я ей писал. Но ей нужно было уезжать в Египет или в Турцию. Я точно не скажу. Сейчас я расскажу, Холидок. Вот. Транса у меня было много в жизни. Не переживай. Вот. Да, надо поменять темку на Ютубе, что я, получается, этот... Как она называется? Я никогда ни от кого не скрывал свои финансы. История из жизни. История из жизни. Ой, блядь. Сука, где она? Вот. Ну, короче. Я люблю долго рассказывать. Ну, ты слушай. Тысячу рублей. Просто так. Нет. Ты расскажи уже ему. Рассказывай. Короче. Мы с ней, получается, переписывались. Долгое время. Я не спал ночами. Я тогда учился в МВД. Вот. Что ты, Кэдди Кэннелл, завязывай? Ха-ха-ха-ха. Вот. Ну, и, короче, хорошая была девочка на тот момент. Но она уехала куда-то за границу. Вот. Получается. Она уехала за границу. Я не помню, то ли Турция, то ли Египет. На съемки какие-то. Ну, естественно, я не обратил на это внимание. Так как, ну, на самом деле, хрен поймешь. Зачем туда ездят? Ну, я думал, она поехала просто работать нормально. Но когда она со мной, получается, созванивалась в скайпе, и какой-то мужик подошел, что-то там ей сказал, типа, что-то там хани, хуяни. Ну, я же тогда не понимал этот, блядь, турецкий, блядь. Вот. Ну, я не взял это и в голову. Она отдыхала в Турции на тот момент. Вот. Кстати, дохуя у меня таких историй в жизни. Могу всегда на стриме рассказывать. В конце стрима, допустим, история. Вот так. Хорошо, не буду отвлекаться. Рассказываю. Вот. Короче, она, получается, приезжает в Киев из-за границы. Вот. Ну, и мы с ней идем гулять. Мы с ней гуляли день-два, я ее сводил на каток. Ой, романтика. Ах, любовь, романтика. Все так классно. Все прекрасно. Но. Я ее везу в Белую Церковь. Потом мы гуляем по парку. Там я ей показываю Белую Церковь. Клуб, шмары, бабки, кокаин. Ну, все как положено. Вот. Спасибо за подписочку, братишка. Спасибо. Подписывайтесь на канал. 3000 подписчиков. Я разыгрываю игровую мышку. Вот. Короче. Что я говорил, ебать? Сбился. Опять. Блядь, ебаный чат. Ты знал, что она транс? Да, ебаный. Сейчас расскажу, подожди. Короче, Кэйди Кэллор. Вот. Мы с ней. Первый поцелуй, по-моему. А, я ее даже не целовал в Белой Церковь. Все было очень романтично. Все было охуенно. Я так полагаю, ты сейчас ее парень. Да? Дубасик. Ну, это я так могу предположить. Потому что 1000 рублей, ну, просто так не кидают. Ну. Я могу тебе открыть глаза. Привет, маэстро. Короче, все было классно. Романтика, кокаин, шлюхи, вся дела. Вся вот эта белиберда. В общем. Даже наушничек. В общем, как было дальше. Дальше, получается. И уже. А, еб твою мать. Не буду отвлекаться на чатик. Короче, что было дальше. Она, получается, уезжает туда к себе во Львов. Ну, Ивано-Франковск. Она в Ивано-Франковске жила. Вот. Ну, она вообще любит фоткаться. Она модель. Тратата. Метр семьдесят роста. У нее там жопень. Орех в порядке, как мои два. Вот. Ну, и, короче. Блядь. Я думал опять донат. Вот, сука. Да, Дубасик. Я, блядь, кину. Пусть расскажут, что меня интересует. Да я и так расскажу. Но суть не в деньгах. Просто. Ну, блядь. Это, конечно, личное. Дубасик, я правильно предположил? Ты сейчас с ней там мутки мутишь. Правильно? Но ты, наверное, не знаешь, что у нее турок был. Вот сейчас. Ну, короче, сейчас расскажу. Вот. Короче, она... Я уезжаю с МВД к ней туда. В Ивано-Франковск. Меня вообще не отпускали с МВД. А я был, ну, в нормальных терках с начальством. Вся хуйня. Она же уехала к себе. Проходит буквально пару дней. А нас друг к другу тянет. Любовь. Романтика. Хочется уже обнять родного человека. Хочется. Ну, блядь, ну, не могу. Ее... Ее нет рядом. Ее нет рядом. Что же делать? Что же делать гексогену? Товарищ начальник, здравия желаю. Сейчас я покажу, как это было. Сейчас я покажу, как это было. Вот. Ну, короче. Сейчас. Я такой в форме получается. Я такой в форме получается. Здравствуйте, товарищ начальник. Здравствуйте. Здравия желаю. Я хочу вам сказать, что мне вот любимая... Ну, я... Я хочу к любимой. Но... Но ее нет рядом. Но ее нет рядом. Ее нет рядом. Но мне нужно к ней приехать. Он говорит. Хорошо, Богдан. Насколько тебе надо? Я говорю. Отпустите меня с четверга. А у нас, получается, суббота был вообще... Ну, день, типа, там, напряженный. Уроки. Вся хуйня. Вот. И я, короче, уезжаю с четверга. Я, блядь, пиздую на эту маршрутку, блядь. Ебать, весь в пакету. О, давай следующий стретч в форме. Изи. Вот. Я уезжаю к ней. Все классно. Мы гуляем. Романтика, любовь. Сейчас. Ну, то есть я уже такой честь имею. Трата-та. Честь имею, господа. И я такой дальше, блядь, где она? Где ты, блядь? Твою мать. Где этот костюм? Ща, блядь. Что-то не получается. Вот. Я ж такой весь романтичный парень. Думаю, поеду-ка я сейчас к своей любимой. Ну, приехал я к ней. Мы целый день гуляли по городу. Целый день гуляли по городу мы с ней. После этого, получается, мы захотели какой-то остроты. Вот. Остроты мы захотели. Я не буду все в подробностях, конечно, описывать, но похуй. То такое. Лейтенант, да. Не, лейтенант не младший. Вот. Я такой, типа, дорогая. Я вот, чувство у меня к тебе. Тратата вся хуйня. Я, я вот, получается, мы идем в магаз. А, не. Мы на лавочке сидим. Все так романтично. Романтично. Я уже в рубашечке. Все красиво, красиво. Вот. Мы сидим вот так. Я не знаю, как ее поцеловать. Я уже вот так. И вот так. И вот так. Получается, я ручку ей за спину. И вот так, типа. И получается. Я ее залезал. Вот. Я ее залезал. Мы начали целоваться. Это было так. Это, блядь. Я это переживаю, как сквозь себя, когда это рассказываю. Вот. Получается. Вот. Все. Все было шикарно. Ёб твою мать. Что за лаги, ебать. Вот. Мы начинаем целоваться. Мы целуемся. Все было просто шикарно. Эм. Да, да, да. Вот. Мы до этого общались. Какой она предпочитает секс. Какой я. Но все было настолько романтично. Все было открыто. Все было классно. Пацаны, а может быть, дубасик 228, это она? Ну, даже если она, ничего я не скрываю. Я всегда говорю правду. Вот. И как было дальше? Сейчас я рабочий стол закрою. Ёб твою мать. Вот. Короче. Все было шикарно. Мы идем в магазин. Я покупаю бутылку текилы. Что-то там еще. Мы чуть-чуть выпили. Вообще чуть-чуть. У нее дома. У нее тогда тетя уехала. Вот. Получается. Все. Бутылочка текилы. Там. Лимончик. Еще что-то. Что-то бухнули чуть-чуть. Хотя вообще пьяные не были. И у нас опять. Но мы пока шли, мы всю дорогу целовались. Это было так охуенно ебать. Просто поцелуй на поцелуя. Поцелуй на поцелуя. Честно? Ребят. Это была моя первая любовь. Да. Это была моя первая любовь. Вот. Без пизды. Это первая девушка, которую я на самом деле полюбил. Я это рассказываю со своей стороны. Я рассказываю. Вот. Стрим. Честно. Вот. На этом видео хочу рассказать вам. Что такое для меня стрим. Для меня стрим. Это как мой блокнот. То есть, мой дневник, который я записываю, это не транс. Она очень красивая девочка. Не надо. Вот. Девушка без пизды. Она не транс. Это все шутки ебать. Вот. Бля. Ну начались обсуждения. Ребят. Дайте рассказать. Вот. Ну и короче. Получается. Я с ней. Ну то есть. Это да. Я в нее влюбился в тот момент. Когда мы целовались. Реально влюбился. У меня даже в первую ночь не особо хуй стоял. Потому что я переживал. Вот могу даже такие подробности говорить. У меня был полувялый Джеки Чан. Полувялый Джеки Чан. Он особо не стоял. Потому что я не знаю. Грудь. Мне нравилась ее. Небольшая. Первый размер. Вот. Может. Ну такое. Я люблю первый. Второй. Второй с половиной. Ну примерно вот так. Но главное, чтобы были маленькие сосочки. Вот. Да не транс. Еб твою мать. То есть все было охуенно. У нее в левом соску был этот. Была. Боже. Пирсинг. В этом. В пупке тоже пирсинг. Еще в одном месте пирсинг. Не хочу вдаваться в подробности. Вот. То есть все. Ну вот человек, который спрашивает. Даже если это она или же это ее парень. Который уже с ней занимался любовью. То он вот поймет, что я говорю правду. Вот. У меня вот не было стояка особого. Был, но такой слабенький. Я хуй знает, как так. Ну и короче. Получается вот. Вот я реально влюбляюсь в нее. Я жил у нее три дня. Это была сказка. Это было шикарно. Потом мы ездили друг к другу. Я там к ней. Она ко мне. Я познакомился с ее родителями. Она с моими вообще дружила. Все было классно. И тут на тебе. Lineage 2. Lineage 2. Lineage 2. Просто Lineage 2. Вот. Расскажу дальше. Что было дальше. Lineage 2 была не проблемой. Lineage 2 была не проблемой. Все мои любимые уходили от меня неудачника. Потому что я кто? Не, не лох. Вы хотите мне там сказать, что я лох? Вы хотите мне сказать, что я лох? Да, 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 да. Я тут историю рассказываю. Что там? Что там? С кем-с кем? Приобрести? Да, можно. А, конечно. Я уже все могу. Вот этот будильник, я тебе говорю, это тема хорошая. Тем более, я понял, я могу скайп ставить на колонки. То есть, если будут звонить в скайпе мне, я в любом случае услышу. Сейчас расскажу. Вот. То есть, я просто раньше не додумывался до колонок. А у меня колонки прям под ухом. Да, я могу вставать, конечно. Без проблем. Нет, я не лох. Все заключается в том, что я задрот. Звуковой удар у меня второго левела. Я скиловик. Да, я скиловик. Удар шершный. Угу. Сейчас расскажу, ребят. Макрос. Что за дичь? Угу. 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 Мне просто тут Павел говорит. В общем, нет, я не лох, я задрот. Но на тот момент буду откровенен с вами. Я играл лишь... Угу. Угу. Ага. Угу. 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 Я понял, да. Угу. Ща, ребят, ща. Ща, ребят, ща. Ща расскажу, ребят. Дубайсик, я не читаю стрим, если ты там что-то говоришь. Просто щас расскажешь мне. Я щас тоже расскажу. А, это ты спрашиваешь? Я за нее платил. По-моему. Сейчас скажу. Ну да, я понимаю. Не, я буду ходить на опыке, конечно. Я только за. Какое сообщение? Не, а шо там. Щас гляну. Фишер? У Фишера, да, вот это. Ща, ребят. Щас гляну. Ща, ребят, да расскажу. Мои родители за нее платили. Ху-ху-ху. Олимп на классике вводят. Ну да. Хм. Все чекайте гоху, ребят. Да, согласен. Ребята, Олимп на классике вводят. Ксюша ее зовут. Угу. Хм. 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 Ну понятно, да. Хорошо. Добро. Ебать! Олимп вводят. Так, история. Дубасик, да. Мы потом, ну вот, мы жили вместе. Она приезжала ко мне. Мы жили вместе. Вот такой тайм-аут был. Извините, что задержал. Мы жили вместе. Вот. Получается, как? Мои родители полностью содержали нас. Они дали нам номер. Они давали нам еду. И мама предложила поехать в Грецию. Вот. Дубасик знает, что я ездил с ней на море. Пошел нахуй! Ебать! Вот. Пока... Выключу телефон. Пока рассказываю. Потом включу сразу. Вот. То есть, все давали. Мама сделала ей губы. Насколько я знаю, за свой счет я особо не вникал. Губы сделала. Я даже хотел ей грудь сделать. Ну вот. Она хотела очень. Но любила я этого человека. Мне не было ничего жалко ради нее. Вот. Но не в этом суть. Она мне была интересна как человек. Она была очень, так скажем, подходила мне характером. То есть... Блять... Ну... Хорошая девочка была, на самом деле. Мы едем в Грецию. Грецию оплачивают нам мои родители. Вот. Мои родители оплачивают нам отдых в Греции. Вот. Сейчас, секундочку. Одну минуту. Родители оплачивают за их счет нам отдых в Греции. Полностью. Она говорит, что она отдаст деньги моей маме. Я не знаю. Честно скажу. Братан. Честно. Без пизды. Я не знаю. Отдавала она маме деньги или нет. Но насколько я помню. Честно. Я не могу сейчас тебе ответить. Потому что я не особо помню. Но... Вот. У меня немножко злоба к ней. Там. Из-за ее поступка. Да. Но, по-моему, она не отдавала деньги моей маме. Если тебя интересует именно эта информация. Вот. Вот. Получается так. Ээээ. Деньги она маме не отдала. Вот тебе ответ на вопрос. По-моему, так было. Я не буду пиздеть. Боди, а сколько тебе лет? Мне сорок семь. Выгляжу я молодо. Поэтому так. Вот. Дальше. Нет. 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 Мне тогда было 20 лет. Вирл. Вирл. Винт. Короче. Винт. Мне было тогда 20 лет. Но суть не в том. Оплачивают мне родители. Или не оплачивают. Извини меня. У меня родители не последние. То есть, если какой-то отдых на море. Еще что-то. Всегда родители мне помогали. Да. Еда тоже нормально. Хорошо. Когда я в клубе жил. Там какая-то девочка семье понравилась. Да сынок. Родители миллионеры. Извини меня. Вот. То есть. Не в этом суть. Но. Допустим. Я хочу себе купить телефон. Посмотри на эту хуйню. Это все зависит от меня. Я хочу себе приобрести компьютер. Я взял у отца деньги. На приобретение его. Но. Отец теперь меня ебет. Постоянно. Почему я ему не отдаю деньги за компьютер. Ну. Который я со стрима зарабатываю. В принципе. От вашего доната. Надо кстати сделать какую-то колоночку. Потому что это пиздец. Вот. Я хочу курить сигареты. Я их покупаю себе сам. Я хочу развивать свой канал. Я за это плачу сам. Я хочу сделать себе сайт. За это я тоже плачу сам. Так скажем. Для бытия. Мне родители помогают. Но всего я добиваюсь сам. КМС по кикбоксингу. КМС по футболу. Суворовская. МВД. Милиция. Это все я делал сам. То есть в чем-то. Ну там какие-то связи были. Да. В чем-то меня когда-то продвигали. За это им спасибо большое. У меня очень хорошие родители. А. Прошу прощения. Дубасик. Вот. По поводу Ксюши. Да. Кэйди Кэллон. Она не заплатила за отдых. Мы поехали с ней. Вот. Мы поехали с ней получается в Грецию. Там было просто охуенно. Ну первый. Походу батя приехал. Я ответил. Про море. Ты слышал? Это был ответ по поводу моря. Можешь задавать прямо вопросы. Я тебе рассказываю всю историю. Ты можешь задавать вопросы прямо. Только пиши желтеньким. Чтобы я видел. Мне купить только КМС по боксу. Да не покупались КМС. Дурочки блять. Да похуй. Вот. Что было дальше? Кэйди Кэллон да? Блять боже. Ну не флудите так сильно. Короче мы отдыхали на море. Я ей устраивал романтику. Все было шикарно. Все было красиво. Все было классно. Ол инклюзив. Моя мама хорошо к ней относилась. Ну вот. Она на тот момент была как женщина не созревшая. Она не готовила. Она не убирала за собой. У нее всегда вещи были раскиданы. Ну это уже личное в принципе. Ну ты вот задавал такие вопросы. Я тебе рассказываю. Ну на тот момент она не была созревшей. Я думаю сейчас она созрела. То есть если ты спрашиваешь мнение. Вот тебе мнение. Которое было на тот момент. Но я считаю сейчас она уже как женщина должна созреть. Вот. Что было дальше? Я не хочу прям вдаваться в подробности. Да. Там была куча секса. Было все пиздато. На пляже. Пирс. Хуирс. Все было шикарно. Но не в этом суть. Приезжаем мы с Греции. Тоже все классно. Проходит неделя. Она живет у меня. То есть. Все для девочки есть. Если взять историю с Аленой. То же самое в принципе. По жизни хуйня такая. Ну блять. Я не знаю. Какой-то я неудачник в этом плане. Нет ни одной нормальной девочки. Я хуй знает. Или я долбоеб. Короче. Приезжаем мы с Греции. И. Что было дальше. Сейчас. Секундочку. Что-то пиликает блять. Вот. Мы приехали. Проходит неделя. Покажу ее фотку. Я уже показывал в начале стрима. Вот. Короче. Блять. Мы приехали с моря. Проходит две недели. Да. Скорее я дал бы ее. Второй вариант. Я тоже так думаю. Мы приехали с моря. Ребят. Подписывайтесь на канал Твеща. Кстати. Будет 3000 подписок. Я буду разыгрывать мышку. Вот. Игровую. Короче. Как же еще только зашел. Ой. Бать. Она с моего города. Да. Она с Ивана Франковска. Короче. Да. Не трансуха она. Все у нее там в порядке. Поверь. Поверь. Там все в порядке. Она мне очень нравилась. Я влюбился в нее потом. Мне 20 ем мало. А я много ем. Они от меня скоро откажутся. Сможешь занять мое место. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь. Вот. Сейчас кину ссылочку на группу ВКонтакте. Спонсор стрима. Ребят. Fastrader.ru Продажа от Энны на Lineage 2 Classic. Не пиздей. Все знают что у нее пизды нет. Хорошо. Вот. Мы приехали. Проходит две недели. Что она мне говорит? Бодя. Бодя. Мне написали в скайпе. Я говорю что написали? Мне предложили уехать в Турцию. И там. И там. Много платят. 500 долларов. На неделю. Ну. Думаю. Хорошо. Блядь. На неделю. Что? Говорю. Ну. Мне не треба. Якость развиватись. Она по украински говорит. Кстати. Очень красиво. Вот. То есть. Я без пизды все говорю. Как было. Ну. Без всяких там супер подробностей. Я не знаю. Что у нее там. Бонго Кэмс. Не Бонго Кэмс. Похуй. Сейчас она. Походу. Вообще. Жесть. Как себя запустила. В плане личности. Там сбивает самолеты. Можете. Самолеты сбивает. Хуй знает. Ну. Короче. Не в этом суть. Она. Уехала в Турцию. Ну. Сначала у меня были подозрения. Блядь. Как найти? А. Я сейчас переписки не найду. Я удалял переписки. Извините. Ну. Придется вам поверить на слова или нет. В принципе. Блядь. Ну это пиздец. Я рассказываю как было. Короче. Она уехала. Честно, да, мне трудно вспоминать эту ситуацию, потому что это больно. Точно так же, как и про Алену. Два человека, которых я в жизни любил. Это два человека, которых я в жизни любил, на самом деле. Мама говорит, типа, а, ты не любил, ты долбоёб, ты хуйню пиздишь и так дальше. Не знаю, но мне больно вспоминать, допустим, эти темы. По сути, пойдём по сути дальше. Да, блядь, ну не флудите, пожалуйста. В общем, она уезжает в Турцию, они там фоткаются, но фоток я не вижу. Ни одной фотки. Она говорит, типа, а, мы тут что-то пофоткались, а, нету работы. Говорит, я сижу без работы. В итоге она что-то там 400 баксов привезла или сколько с Турции. Но кучу подарков, которые моя мама с ней спрятала. Моя мама с ней спрятала кучу подарков, чтобы мне не было больно. Моя мама сразу всё поняла. Вот. Кью Мрей. Я не пизжу, я рассказываю действительно правду, от которой, ну, на самом деле больно. Ты думаешь, блядь, что... Вот для меня стрим, я уже говорил, это как блокнот. Дневник. Мой личный дневник, на котором я могу рассказывать, в принципе, всё. Вот. Она привезла кучу подарков. Чёрные дилдо, красные шершни. Ну, вы поняли. То есть кучу разных подарков, там, Виктория Сикрет и так далее. Да, лучше бы я полюбил Жируху. Вот. На самом деле, было очень больно, вот, блядь, когда я это всё узнал. Я просто, когда открыл, когда мы приехали домой, я вижу, она какая-то уставшая. Моя мама сразу мне намекнула, типа, ты посмотри на неё, она никакая. Ну, она вырубилась сразу, вообще. То есть у неё язык был пробит. Да, вот это я забыл подробность. Вот. Короче, она идёт в душ. Я вот так беру телефон. Первый раз в жизни, первый раз в жизни я захотел порыться в чужом телефоне. Я начинаю рыться в чужом телефоне, нахожу фоточку мужчины в постели с ней, нахожу переписки. Я просто так ложу телефон, не смотрю дальше, всё понимаю. После этого у меня к ней холод. Но видно по ней, что она вообще, блядь, ну, от рук отбилась. То есть видно, что, блядь, девочка пошла, ну, налево и загуляла. Точно так же, как и было с Аленой, по сути. Вот. Мне было сложно, вот, реально всё это видеть. Я в Линейдж тогда не играл, ребята. Я в Линейдж не играл. Я жил своей жизнью. Я учился в МВД. Занимался кикбоксингом. Играл в футбол. У меня была прекрасная жизнь. То есть никаких проблем у меня не было, по сути. Две ночи я позадротил, они меня захуесосили, я перестал играть. Это были фришки. То, что я сказал про Л2, типа, о, пришла Л2, это была шутка. У меня была хорошая жизнь. Но вот это, ну, то есть со временем мы расстались сразу. Но вот то, что я увидел, и потом увидел, когда я переписывался, неделю или две, я не помню. Ну, вот то, что я увидел в телефоне. Кстати, да. Простите меня за то, что я забыл упустить самый важный момент. Шархан, по-моему. Блядь, я не помню, как человека зовут. То ли Шархан, как-то так. Турак. Он из Стамбула. Я захотел ее проверить, когда она была в Стамбуле. Я написал своему другу, который занимался со мной футболом. Ну, у него там сейчас свой бизнес, они там трубы прокладывают и так дальше. Вот. Я написал ему, спеши с ней, типа, там, скажи, что ты ее видел и так дальше. Придумай какую-то историю. И что вы думаете? Человек за один день, вот вам крест. Я вам клянусь всем на стриме, что это все, что я рассказываю, это правда. Которая, ну, мне очень неприятно. Мне обсуждение этой темы очень неприятно. Правда. Вы сейчас шутите. Но на самом деле, вы знаете, вот поговорка, пословицу такую скажу. Вот многие меня не понимают. Но я скажу от себя, ребят. Вот скажу только от себя. Вот сейчас первое, да? Вот как я пишу. Не судите строго, я не дебил. Я всего лишь обычный адекватный человек, который ради ваших улыбок готов на все. Вот и приходится играть некую роль клоуна. Надеюсь, вы это понимаете. Нет, это не про Алену. Это про самую первую мою любовь. Вот. Это по поводу того, как я веду себя на стриме. Вот сейчас я собрал 200 зрителей. Я хочу, чтобы каждый из вас знал. Я стримлю только для вас. Я стримлю ради ваших улыбок, ребята. Я стримлю ради ваших улыбок. И все. Может и ради денег. Но я стримил, даже нихуя не получал. Ребят, я получал сколько? 100 рублей от Waze. 100 рублей в неделю я получал. Это разве деньги? Я получал, и вот я стримил на подписку в классике. Вот так я начинал. Это как дневник для меня. Я говорю честно. Я не стримлю ради денег особо. Да, мне приятно, когда мне донатят. Да, мне приятно, когда мне говорят. О, Гекс, давай там попиарь что-то, получишь то. Да, но правда, я стримлю именно для вас. Считайте меня пиздоболом. Я не знаю, может тролли сейчас проснутся. Но вот вам крест, вот вам крест. Я вам клянусь всем на стриме, что я стримлю именно для вас. Не для кого больше. Стримлю ради ваших улыбок. Вы вспомните только, сколько этот стрим пережил моих девушек. Сколько у меня было девушек. Вот задайтесь вопросом, сколько у меня было девушек за момент... За момент... Страна, сука, блядь! Существование моей личности на Твиче. Вот задайте себя вопросом. Вот этим. Сколько? Одна? Алена. Раз. Которую я любил. Которая ушла от меня. И вторая? Это, блядь, Карина. Которая не выдержала L2. Не выдержала стримы и так далее. Сколько было мимолетных, когда я расстался с Аленой? Мимолетных сколько было, когда я уходил, потом... О, блядь, не расскажу, ничего, забейте. Серьезных отношений было двое. Полторы. Вот. Серьезных отношений я потерял двух девушек. Ради стрима, да? Ради трансляции. Может быть... Может быть... Это неправильно. Я не знаю. Может быть, это неправильно. Но... Но вот я... Я... Я делаю это ради вас. Я хочу, чтобы вы это ценили. Я хочу, чтобы вы это понимали. Я хочу, чтобы до каждого из вас... Вот это дошло. Я хочу достучаться до вас, чтобы вы поняли, что я не клоун. Я не клоун. Я просто делаю, так скажем, мир веселей для вас. Не для кого больше. Только для тех людей, которые меня стримят. Я хочу, чтобы каждый это понял и принял. То, что я пранки делаю. Какие-то орехи достаю. Члены. Стреляю с лука. Залажу в шкаф. Еще что-то. Я это делаю ради ваших комментариев в чате. Не более того. Я это делаю ради ваших эмоций. Поймите вы это. Вот и все. По поводу человека, который был в Турции. Мы продолжим. 200 зрителей. Могу продолжать. Шерхан или... Тамирхан! Вспомнил! Его звали Тамирхан. Его звали Тамирхан. Сейчас, если найду, я покажу его фото. И если меня сейчас смотрит Кэйди Кэллон, Ксюша, или же человек, который ее знает, он поймет. Сейчас. Если я его найду... Тамирхан. Блядь. Я не помню, как он был подписан. Тамирхан. Тамирхан. Блядь. Я не помню, как он был точно подписан. Но что-то я его не могу найти. Ну, в общем, черный. Немножко бородатый. Ну, черный цвет волос, соответственно. Ну, блядь. Обычный хач, ребята. Турок. Блядь. Я не могу найти его. Вконтакте. Может, он удалился. Хуй знает. Но не в этом суть. Вот. Тамирхан. Да. Тамирхан его звали. Я ему даю задачу. Разведи. Это был мой друг. Я говорил, типа, если поведется, все, я на нее хуй забью. Я не смог забить на нее хуй, даже после этого. Вот. Получается, за 2-3 дня где-то, даже недели не прошло. Он ее просто разводит. Он мне скидывает фотку, где они ужинают. Когда они ужинали. Он мне скидывает фотку, где она его целует. Он мне скидывает фотку, где они едут на его, этом, как этот, блядь, кубик. На кубике едут, а она вот сидит рядом с ним. Он мне скидывает фотку, как она нахилилась. Ну, она ему сосала, я не знаю. Но он мне скинул эту фотку. Потом он мне рассказывал, блядь, разные истории, как она у него там на руках прыгала и так дальше. Считайте меня кем угодно. Я любил человека, но я даже это стерпел. Она когда приехала, я сначала не мог в это поверить, но зайдя в телефон и увидев фото, сообщение, не только с ним, а с многими людьми, а потом узнав, что она работала хостесом, ну, элита хостес, как это называется, типа проводят мужчин, а потом проводят с ними время. Она со мной в 8 часов вечера говорила, потом говорит, все, нам надо ехать, мы там пофоткаемся, что-то еще. Она уезжала. И всю ночь она занималась, сами знаете, чем. Вот такая вот была хуйня. Вот, Дубасик, ты захотел услышать правду? Ты ее услышал. Я не знаю, приятно это для тебя или нет. Мне абсолютно все равно, кто сейчас сидит под аккаунтом Дубасика. Я рассказал правду, которая сидела во мне. Вот. Я терпел очень долго, так скажем, это держал в себе. На какой встрече она дала, она тебе дала, скажи честно. Дубасик, я тебе объяснил. Она приехала в Киев. Она была готова уже дать на первой встрече, по сути. Суть не в том, дала она мне или нет. Она дала человеку, которого знала один день. В том, при том, что, а хуй у меня не маленький. При том, что она его не знала. Вот. Получается, она мне дала через неделю нашего знакомства. Даже больше. Через две недели где-то. Мы были знакомы, но мы погуляли. И тут буквально за недельку вот это вот все, так как только появилась возможность быть вместе рядом, то есть дома никого нет и так дальше, мы занялись сексом. Вот так это было. Вот и все. Мы занялись сексом у нее дома. То есть у Ивана Франковских. Пруф есть по поводу хуя? Не, ребят, за такое твич могут забанить. Ебаный в рот. Это топ цитата. Я думаю, каждый должен понимать то, что, блядь, мне не тяжело рассказывать истории из жизни. Но я не хочу, чтобы вы там как-то глумились надо мной. Еще что-то. Я рассказываю это для вас. Чтобы вы переживали в себе хоть какие-то эмоции. Вы видите, как я это эмоционально довожу до вас, скажем так. Дубасик, блядь, где мои 4К рублей? Вот. Я рассказал реально ту историю, которая была. А, после меня, как только мы расстались, я узнаю от моей мамы. Вот, Дубасик, плюс к тебе, вот плюс к этой истории. Я от мамы узнаю, что она начинает встречаться с каким-то турком. Она с ним там чуть ли не женилась. То есть, ты хочешь сказать, что все-таки эти поездки в Турцию, она просто ебалась за бабки с турками. Дубасик, я не знаю точно, но я предполагаю именно так. Вот, я предполагаю именно так. Мне не верилось сначала. Мне было больно это осознавать. Я тебе вот как мужик мужику говорю. Или мужик... Вот, Ксюша, если ты сидишь там и слушаешь. Ну, вот я не знаю. Но я рассказал вот все со своей стороны, как было. Вот и все. Понимаете? Я надеюсь, каждый ценит мою искренность. Вот, просто понимаете, знаете, что мне было самое обидное? Что как только стартанул РПГ Клаб, хуй с тем РПГ. Они накрутили зрителей, там всякие мася, хуяси. Ладно, пусть их смотрит там 300 живых зрителей. 100 живых зрителей. Кто остался на моем канале, когда я рофлил? Кто остался на моем канале, когда я рофлил? Когда я давал вам вот контент, который вы желали. Когда я рассказывал какие-то истории интересные. Меня смотрело там 190 человек. Кто остался из тех 700, которые меня смотрели 4 дня назад? Кто? 100 человек? Хорошо. Кто меня поддерживал этот дневник? Да мало кто. Вот те, кто смотрели, ребят, спасибо вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо, что вот помогли пережить там, да, какой-то трудный момент. Спасибо большое. Мне правда очень приятно, когда меня поддерживают как-то морально. Не обязательно даже финансово. Да, я хочу собрать на ебучие, блядь, наушники, на которые я не могу собрать. Это хуй с ним. Тебя банили два раза на Твиче. Фантик, чудик. Меня банили на Твиче семь раз. Семь ебаных аккаунтов пережила бан. Семь аккаунтов. Семь на три, двадцать один. Двадцать один раз. Плюс этот канал был забанен два раза. Двадцать три раза меня банили на Твиче. Ты еще хочешь что-то сказать? Когда хуесос, типа Маси, добавлю к этому видео, заходит на свой Твич, блядь, в стриме, когда ему накрутил ебаный РПГ-клаб тысячу зрителей, а смотрит его около ста, и чат мертвый, а у меня живой при ста зрителях, то есть там пиздец у меня трэш идет и так дальше, а у него мертвый чат. Он рассказывает, что вот Гексаген когда-то или кто-то там писал, что Гексаген топ стример L2, и только его можно смотреть, только его контент интересен людям, тра-та-та. Вот сейчас посмотрите на мой стрим, и вот так делает. Вот сейчас посмотрите на мой стрим, меня смотрит тысяча, тысячу двести. Просто, просто, блядь, какие, какие, какие нахуй тысячу. Сука, тебе, тебе, блядь, понимаешь, тебе, блядь, тебе, блядь, накрутили, понимаешь, тебе, тебе, блядь, накрутили тысячу зрителей, и ты говоришь, что тебя смотрят живые зрители, да ёб твою мать. Ладно, ладно, хуй с этим, сейчас договорим, хуй с этим, хуй на того Маси. Объясните мне, люди, которые ему донатят, думая, что он топ стример, у которого, блядь, у меня дудосят, да, походу. В общем, если видео оборвется, сейчас продолжим, меня дудосят уже, блядь, дурачки, блядь. Хорош пиздец, давай номер вебмани. Вебмани я сделаю на днях, ребят. Кто хочет мне задонить, у меня пока есть Киви и Приватбанк. Вебмани я постараюсь сделать после этого самого, как он называется, ебать, после стрима. Дубасик, историю рассказал, четыре тысячи. Ладно, пиши, куда её ебал и кидаю на Киви четыре тысячи. Она против анала не была. Против анала она не была. Вот, Дубасик. Она была за анал, но мы так и не попробовали. Кстати, было обидно. Вот, на самом деле, было очень обидно. Вот. Ну, в рот, естественно, и во влагалище. Вот и всё. Требую сиськи от сагексигена. Вот, понимаете, ребят? Суть не в том, ебала, не ебала и так дальше. Вот, Дубасик, задонив, я никому не расскажу, что ты мне там напишешь. Но напиши мне там, кто ты есть, как ты к ней относишься, кто ты вообще. Мне просто интересно. Как сосёт? Хорошо. Смотри, она мне когда сосала, она сосала, блядь, охуенно. С зубами, понял? Она кусала мне член, прям аж до крови отсасывала, хуй. Ну, то есть, умеет сосать. Охуенно сосёт. У неё на клиторе, этот, серёжка с булавой, увидишь. Вот, увидишь, поймёшь. Ребята, у меня нет вебмани. Блядь, ну, фейс, ну, я сейчас буду банить за такое. Нахуя? Ну, нахуя ты обманываешь людей? У меня нет вебмани, повторяю ещё раз. У меня нет вебмани. У меня есть только киви, которые я сейчас, вот, пишу всем. Пишу в чате. У меня только киви. Может, кто-то там не может зайти куда-то. Вот. Вот мой киви. Больше ничего нет у меня. Я в терминал, он снизу подъезда, а пока 10 минут. Хорошо, дубасик. Только, а, ты не сможешь сказать. Ну, напишешь мне ВКонтакте. Так вот, гекстоповый. Спасибо. Мне знаете, что самое обидное? Ладно. От меня где-то 200 зрителей перешло смотреть там RPG Club по разной хуйне. Объясните мне, зрители, которые, вот, преданы мне были, кричали, гексагент, ты топ-стример, ты охуенный, ты то, ты сё. Объясните мне, зачем Массе донить 26к, если он никто? У него подписчиков на канале чуть больше, чем на моём новом. Я стримлю полтора года. Ребята, извините меня, я стримлю полтора года. Я пережил 7, ну, 20, 23 бана на Твиче. То есть, я создавал новых аккаунтов на Твиче и развивал их заново 8 раз. 8 раз. Вы в своём уме, ребята, 8 раз я, да, 26к ему задонил, мой зритель, который смотрел меня. Вот что самое обидное. Человек знает, что я сижу без ушей. Человек знает, что я собрал компьютер для того, чтобы давать вам интересные стримы. Ну, не интересные, а в плане качества. Качественные стримы, понимаете? Вот что самое обидное. Да похуй, сопартиец он или нет. Похуй. Он смотрел меня. Он говорил, блядь, гекс, я предан тебе. Я, блядь, тебя люблю. Я там хочу детей от тебя и так дальше. Да забейте хуй на этого Масю. Похуй даже, что я ему делаю пиар. Похуй. Он никто. Меня смотрело 300, его смотрело 30. Извините меня. Я понимаю. RPG Club. Сейчас ажиотаж. И так дальше. Лариет, да. Зоник, привет, братан. Так вот. Поймите, наконец, что я стримлю давно. У меня есть своя аудитория, которая разбегается куда-то, когда я там хуйней страдаю. Да, я понимаю, я делаю неадекватные вещи. Простите. Простите меня, в первую очередь, меня за мой долбоебизм. Я делал вот реально вещи, которые не нужно было делать. Я это осознаю. Я делал иногда контент чересчур неадекватный, который людям было неприятно смотреть. Гекс лучше 100% только на его стриме. Может быть, что он бухает с малым и батей, и хачами. То там не только было такое на стриме. Я хочу, чтобы вы поняли и прочувствовали это через себя, как я переживал это. Сколько каналов ушло в бан. Сколько я поднимал новые каналы до 2000, и они опять падали. 7 каналов по 2000 зрителей. Ребята, вы понимаете, сколько это? 7 каналов. Это 8 канал, на котором уже до 2000 доходит. Вы понимаете это? Вы понимаете, насколько это сложно? Ради чего? Я не буду от вас скрывать. В этом видео я скажу всю правду. Сколько я зарабатываю? Я зарабатываю 3000 рублей в неделю. 3000 рублей в неделю. Вот мой заработок на самом деле. Судите меня, как хотите. Я показываю Киви. Я показываю Киви. Вот, Twitch. 3000 рублей. Видите? 3000 рублей. Вот. 3000 рублей. Сейчас. 3000 рублей мне еженедельно высылают. Смотрите. Сейчас я покажу. 6600 это международные переводы, это там перепродажи. Ну, я работаю в интернете. За услуги 3000 рублей. Дальше. Twitch. 3000 рублей. Я думаю, никому больше не нужно показывать и доказывать, сколько я зарабатываю. Это реальный мой заработок в неделю. 3000 рублей я зарабатываю. Понимаете? Скажите мне, пожалуйста, хватает ли мне этих денег, для того, чтобы купить себе ебаные наушники. Для того... Адену я не продаю. Посмотри, как я одет. Посмотри, как я одет. Посмотри, как одет глад. Ну, сколько на глади адены. На глади куча сейчас этих, скажи. Как они называются, господи. Куча свиточков, пирожков и 9 лямов почти. Я не продаю Адену. Где-то что-то продавал, чтобы кому-то пополнить интернет. Еще что-то. Нет, это не от Twitch заработок. Трамп, это не от Twitch, это от рекламы. Это мой заработок вообще. Это Twitch мне не платит. Twitch нихуя не платит. Ребят, простите, если я ору. Twitch не платит нихуя. Это мой заработок за неделю. Вот теперь скажите, это много или мало? Вот чего мне хватает? Да, я езжу каждый день, покупаю сигареты. Да, я каждый день покупаю хлеб домой. Ладно, папа может купить там какую-то колбасу, еще что-то. На что я живу, ребята? Я живу именно за счет вас. Я живу за счет того... Да. Я живу за... Что? Да, да, да. Это мало, поверь. Из-за чего такой стрим? Я решил просто рассказать вот о себе. Потому что многие люди не понимают. Они думают, ебать, сын миллионера, все, блядь, у него все есть. Да, что у меня есть? У меня рыбки, блядь, компьютер, тарелка пустая, блядь, круассан. Все, что у меня есть. За сосиски в тесте. Я ем по 15 сосисок в тесте. Вся моя еда. Я никуда не хожу. Я живу реально дома. Я лег спать, проснулся. Стрим, прайм, поехали. Стримлю только для вас. Чем я занимаюсь в жизни? Иногда в зал хожу, не спорю. Абонемент в зал тоже немало стоит. Я вот просто искренне вам рассказываю. Меня довели, потому что задели тему личную. Моя первая любовь, попросили рассказать. Вот я и решил рассказать. Как там, что и вообще. Меня просто довели, так скажем. Мой батя занимается, у него куча бизнесов. Клуб ночной и так дальше. Но я у бати ничего не беру. Я скажу вам одну цитату, ребят. Женя Вон, он мне скинул эту картинку. Всегда помни, что толпа, рукоплещающая твоей коронацией, та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавию. Люди любят шоу. Да. Да, ребят. Я это понимаю. Меня будут тут убивать. Вы будете смеяться. Типа, блядь, как классно его убивают. Я это понимаю, ребят. Для вас шоу это шоу. Вам посмотреть. Вы себе завтра опять на работу встали. Пошли чем-то заниматься. Не важно чем. Понимаете? Но я это делаю ради вас. Бью стула, еще что-то. Вы знаете, вы вообще... Приватбанк гляньте, сейчас гляну. Вы вообще понимаете, сколько... 20 рублей. Спасибо большое за 20 рублей. Спасибо. Сейчас гляну, кто. Вот. Сейчас я прямо на видео скажу, кто мне задонил. 20 рублей, если там подписано. Гексик. Ну, хрэ. Перейти. Да нормально все. Просто вот. Хочу из жизни рассказать, ну, как все на самом деле. Как я живу. Вот многие просто интересуются моей жизнью. Типа, ага, блядь. Как охуенно быть гексом? Да что охуенного? Что мне отец в долг? Мне отцу еще отдавать 20 тысяч гривен. Ребята. Это сколько? Только 60к рублей мне еще отдать отцу за ком. Вы понимаете? 20 тысяч гривен. Все, что есть. Сори, Иван. Спасибо, Иван, тебе большое, что поддержал меня. Спасибо. Сделай вебмани, будет больше доната. Я сделаю себе на стриме этот, говорящий донат. Вот. Хочу сделать после стрима. Завтра уже, наверное, буду с говорящим донатом. Я мутился с батей, но батя сказал, иди чем-то занимайся своим, добейся, как я всего сам. Вот как мне сказал батя. Я пошел в милицию. Знаете, сколько я зарабатывал в милиции? Без пизды. Сначала были взятки, не спорю. Сначала было пиздаты. Вот. Васагинской братве. Передаю привет Висагинской братве. Вот. Что я могу сказать? Нифига себе, ты там GTX 980 купил? А что, нет? Если что, обращайся, помогу. Да, ребят, кто хочет помочь, можете просто, ну, сами. Опа, гладиатор, ля. Кто хочет мне помочь, можете сами донатить. Я не против. Если придет мне там что-то на Киви... Конечно же, я не буду против. Ёп твою мать. Куда убежал? Ля. Вот. Кто мне будет донить, я буду не против. Я всегда делаю какие-то там видео, если мне большой донат, да? Ну, вот на этом видео видно, что человек мне реально там вдонил, но немало. Он 5 тысяч, получается, мне вдонит. Вот. Тысячу он уже вдонил. Мне правда это очень приятно. Вот. Правда, очень приятно это. Осознавать, что кому-то там не все равно на мой стрим. Не важно. Он это делает из выгоды какой-то там. Там, узнать что-либо. Абсолютно не важно. Вот. Все правильно, Гекс говорит. Только, Гекс, реально начни работать уже где-нибудь и совмещай со стримами. По поводу работы, ребят. У меня прайм с 8 утра, точно так же, когда начинаются стримы. И до 6 вечера. Точно так же, когда и заканчиваются стримы. Обычно. Вот. Да, 2к гривен я зарабатывал. Привет внезапно, братан. Привет. Рад тебя видеть на стриме. 2к гривен я зарабатывал в милиции. Вот. В месяц. То, что я сейчас зарабатываю за 2 недели. Это лучше, не так ли? Плюс это можно как-то развивать. Ну, киви нету, приват могу на сосисочку. Спасибо. Озерок. Ну, пока я не вижу там ничего вроде. Жаль, что ты стримишь L2, ибо аудитория у нас маленькая. Да. Я стримлю L2 ради идеи. Но. Я расскажу вот на будущее, даже в это видео возьму. Я надеюсь, каждый зритель сможет посмотреть это видео. Там поставить лайк или дизлайк. Похуй. Абсолютно. Но я надеюсь, каждый сможет посмотреть это видео. Ща-ля. Опа. Да ёб твою мать. Сколько можно сало кидать? Вот. Так раньше 2к гривен это было 250 баксов. Нет, сейчас это уже хуйня. 228 зрителей. Спасибо, ребят, что смотрите. Я вот в этом видео расскажу. Я сейчас зарабатываю в 2 раза больше, чем в милиции. Я не люблю. Вот говорят, а лучше б ты ментом был, там взятки брал и так дальше. Ребят, вы в своём уме? Все знают, как сильно у меня горит на накрутку твича, на накрутку подписчиков на твиче, на ложь, на провокации и на клевету. 5 вещей, которые я просто ненавижу. Клевета, враньё, накручивание, обман зрителей. Я ненавижу вот эту хуйню. Какой-либо хуесос это сделает, будь то даже мой друг, я всегда его обосру прям в лицо. Потому что я не люблю, когда обманывают зрителей. Я ценю публику. Абсолютно всё равно, какую. Я понимаю, там кто-то агрится на меня. Сегодня чувак писал, гексты хуесос, там мать ебал и так дальше. Говорю, ну во-первых, у меня мать не шлюха. Объяснил ему, всё нормально. Человек меня смотрит целый день. Вот. Ух ты кеды, агрился на мою бывшую Алену. Причём, по сути, агрился. Вот. И, как оказалось, правда, но я его терпел. Он меня постоянно агрил, он постоянно что-то там говорил и так дальше. Здесь стало жарко. Да, почти, здесь всегда жарко. Постоянно вот он меня как-то подъёбывал. Но я это терпел. Я там мог ему дать тайм-аут, типа, блядь, состынь, ещё что-то. Но я никогда человека в пермач, чтобы вот так кинуть и не выбирать с пермача, не кидал. Я вообще практически зрителей не баню. Вот и всё. Попробуй на Ютубе как развиваться, там говорят, ебать, охуенно платят. Не сказал бы, не сказал бы, что охуенно. Ну вот смотри. У меня вот, допустим, аудитория 200 зрителей. Вот. Каждый скинулся там раз в месяц по 100 рублей. 20 тысяч рублей. Правильно? 20 тысяч рублей одному стримеру. Это охуенная зарплата для Украины. Не так ли? Трогательно, братан. Да суть не в этом. Я просто решил вот раскрыть душу для зрителей. Вот реально. Просто вот сейчас такой момент, когда затронули правда за живое. Затронули. Вот реально. Спасибо человеку, что затронул. Спасибо, что сегодня идёт этот стрим. Спасибо Господу Богу, что сегодня день, блядь, такой, что вот так получилось. Можешь записывать пранки вживую и развивать свои влоги. Высоцкий, я это и делаю. Ты видишь, какие у меня пранки. Есть охуенные, есть такие себе. Вот. Но они есть, понимаешь? Я стараюсь и делаю это для вас. А кто-то интересовался, сколько я трачу денег в день на эти пранки? Кто-то интересовался? Три тысячи рублей, ребят. Вот скажите. Три тысячи рублей. На неделю. Сколько уходит мне на телефон денег? Вот реально. На интернет, на то, на сё. Я за это всё плачу сам. Я думаю, вы понимаете. Эти деньги просто уходят. Чисто вот так. Я живу за это. Я ничего не откладываю, чтобы что-то купить. Я не могу ебаные наушники купить. Вот. Всем похуй на твою душу, к сожалению. Ну, кому-то может не похуй. Может кого-то там зацепил. Может кто-то поймёт. Просто многие считают меня клоуном ещё что-то. Я не клоун. Я просто такой же зритель, как и вы. Я смотрю стримы так же, как и вы. Ну, не всех. Я смотрю стримы L2. Мне просто интересно посмотреть, кто как стримит. И всё. Вот. Что это такое, Глукач? Нихуя не понял. За конкурс? За какой конкурс, блядь? Ну, мне даже за конкурсы не платят. Я имею в виду мой общий заработок. Мой общий заработок составляет 3000. Ну, это похуй. Рублей. Это хуйня. Вот. По сути, ну, каждый меня понял. Я не говорю, донатьте мне там, блядь. Всё так пиздато. Я просто вот... Когда мне говорят, ты там мажор, ты ещё что-то. Я просто вот открываю вам глаза, кто я. Я не мажор. Вот и всё. Дубасик, что там? Сейчас я гляну. Не, пока не пришло. Дубасик, где бабла? Ребята, хватит, агрится. Гекс ради вас старается. Он нашёл себя тут. Я вот... Мне правда. От души скажу, мне правда. Мне очень приятно заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Ну, я сейчас чекну, братан. Сейчас чекну, Юра. Понимаешь? Мне приятно заниматься тем... Кстати, вот, кто, может, ещё не понял... Ребята, на Lineage 2 Classic следующий патч Олимп. Олимп. Олимпиада. Вот. Мне нравится заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Мне нравится так жить. Мне приятно стримить. Мне приятно смотреть на эмоции других людей. Мне приятно что-то делать ради вас. Какие-то конкурсы устраивать. Мне приятно, когда я заканчиваю стрим, а мне говорят, блядь, Гекс, спасибо тебе большое. Я не могу тебе задонатить вот сегодня. Или, там, вообще не могу тебе задонатить, потому что, вот, по такой-то причине, там, ну, у меня нет денег. Я школьник, я студент, у меня самого мало денег, там, ещё что-то. Я понимаю, там, тра-та-та-та-та-та-та-та. Ну, вот так в основном пишут. Да не в этом суть. Мне приятно не от того, что вы там оправдываетесь. Не могу задонатить, но скоро задонатить. Мне приятно от того, что вы пережили вместе со мной, вот так вместе, за один день, вот такие вот эмоции, что вам было приятно. Вот. Мне было приятно, что люди пережили этот день со мной. Мне было приятно, что люди получили массу эмоций, удовольствия, смотря мой стрим. Мне приятно, что люди ценят меня. Хоть какие-то. Я не могу задонить, у тебя нет вебмани. Да, я сделаю вебмани. Ты ебать просто топовый пацан. Гекс, спасибо за стрим. Спасибо. Вот. И я хочу, чтобы вы это ценили. Я хочу, чтобы вы просто... Не нужно кидать мне там супер суммы. Не нужно. Да, мне приятно, конечно, это мое развитие. Но мне будет намного приятнее, если вы просто скажете спасибо, Гекс, за то, что ты стримишь. Спасибо, Гекс, что ты такой есть, блядь. Мы ценим то, что ты делаешь. Правда, мне очень приятно. От этого. Вот это я ценю. Да, деньги, это, конечно, это вы вкладываете в мое развитие. Вы вкладываете в мое развитие, я не спорю. Да, это очень приятно. Но больше всего я ценю именно ваше спасибо. Именно то, ради чего я стараюсь. То, ради чего... Спасибо, Гекс, за то, что ты стримишь. Спасибо. Вот, понимаете? Да, при чем тут гукач, господи? Боже, ребят. Гекс, больше трансух не ебей. Вот, ребят, просто, понимаете? Ну, мне неприятно, когда вот зрители, уходя от меня, донят кому-то. Ладно, хорошо, ты так захотел, это твое право. Твое право. И называют его топом. Хотя парень стримит месяц, дает скучный контент, абсолютно скучный контент. Ничего на стриме не делает. Никаких розыгрышей. Да, боже, хуй с тем розыгрышем. Никаких пранков, никакого веселья. Просто стримит и играет музыка. Вот так сидит и играет в игру. Вы представляете, если бы я сидел... Ну, я не буду приводить Фишера, да, у него там... Он КП-лидер, он пати-лидер. Это сложно. Вот. Я понимаю, ему трудно отвлекаться над стримом. Вот приведу всяких разных там, да, людей, которые вот так вот просто сидят. О, класс. Дала 3000XP. Глядь. А если это интересно смотреть, ответьте мне. Я просто, ну, вот запустил стрим человека, который был на первом месте, который стримил классик. Включил, и за 20 минут уснул. Это приятно смотреть. И когда мне, про меня, вернее, у себя на стриме какой-то хуесос, ноунейм Мася, говорит, блядь, да я лучше Гекса, меня смотрит 1000. А ты, хуесос, задай себе вопрос и посмотри в свой чат. Сколько тебе реально людей смотрит, без накрутки? Я никогда не накручивал, это знает каждый зритель. Меня смотрит 30? Меня, значит, смотрит 30. Меня смотрит 100? Значит, меня смотрит 100. Меня смотрит сейчас 200? Так поставьте сейчас плюс в чат, чтобы на видео было видно, какой у меня чат живой. Поставьте сейчас каждый плюс. Поставьте сейчас каждый плюс в чат. Вот действительно, каждый, кто может, поставьте плюс в чат. Пусть на стриме будет... Деньги пришли. Сейчас гляну. А я пока чекну Киви. Нет, на Киви пока ничего не пришло. Посмотрите, посмотрите, как сыпется чат. Посмотрите на чат сами. И задайтесь вопросом, живая ли у меня публика. Задайтесь вопросом, живая ли у меня публика. Задайтесь этим вопросом. Я думаю, каждый понял, что она живая. А теперь, просто в будущем, когда будете смотреть человека, девушка эта, парень, напишите в чате, как делал это я. За что меня забанили. Этот пидор. Просто поставьте плюс в чат. Ну, вернее, не поставьте плюс в чат, а напишите. Ребята, кто живой, поставьте плюс в чат. Вот просто, вот так вот. Сделайте на каком-то стриме, у которого 500-1000 зрителей. Вот просто задайтесь этим вопросом. Где вы сидите, и какой контент вы смотрите. Это все иллюзия. Иллюзия для того, чтобы вас привлечь. Единственные стримеры, которые не накручивают. Вон, я, Гукач. Кто еще? Фишер. Ну, Фишер, не знаю, действительно, там что-то непонятно. Там, то он только запустил стрим, там 100, то еще что-то. Ну, не буду говорить, не знаю правду. Но знаю, что есть стабильно там. Там вообще не буду никого говорить, кто там стримит, блядь, без софтов и так дальше. Не хочу, блядь, чтобы потом мне тыкнули, блядь, носом, типа вот этот хуесос, софт использовал. Понимаете? Это люди, которые не накручивают, по сути. Рад, Пупин. Я имею в виду люди, которых смотрит 150 плюс зрителей. Когда Гекс показывал всем яйца, это было искренне. Да. Я имею в виду людей, которые очень популярны. Ну, то есть, которые занимают площадку Твича, там первое-третье места, да? Рад не накручивает. Да, Рад хороший стример, я не спорю. Что, про Маздая скажешь? А что с Маздаем? Тоже нормально. Но ему один раз тысячу зрителей накручили. Ой, накрутили. Вот. Понимаете, ребят? Так, что там? Ну, я не вижу тут пока, ничего не приходит, блядь. Где он делся, блядь? Со своими 4К, блядь. Вот. Понимаете, ребята? Не в этом суть, блядь. Просто шали накручивает. Ну, посмотрите, да, вот просто пробегитесь когда-то по стримах, просто Глад Валакас не крутит. Ну, Глад Валакас дает контент, такой же, как и я, трешевый, интересный, люди не засыпают под стримы. Сосисок Гексу. Я тоже смотрю Масю почти каждый раз, когда идет его стрим, открывая Л2, качаясь на РПГ, и смотрю, его, эти зрители реальны, и Мася норм человек, всегда адекватный, общается с чатиком. Форсерио, Форсерио, смотри, по поводу накрутки Маси, мне написал РПГ Клаб, Гексоген, сколько стоит стрим? Твой у нас на сервере. Я написал, неделя 5к рублей, это дешево, прайм с 6 до 12, это дешево, потому что все в основном за 2 часа стрима берут 5к рублей, один день за 2 часа. Я беру 5к рублей в неделю, чтобы я мог как-то жить, на что-то собирать, хоть как-то развиваться, правильно? Они мне дают встречное предложение, Гексоген. Мы уже наняли 3 стримеров, которым мы будем бустить аккаунты Твича. Я говорю, в смысле? У нас есть софт, который накручивает днем 500 зрителей вечером, 1000 ночью, 200, там утром 100. Ну, типа, и типа варьируется, чтобы не было палевно. Я такой, ага. Говорю, а зачем это мне? Нет. Вы так сможете развить свой стрим с нашим, типа, блядь, вы сможете развить свой канал, стримя наш сервис. Я говорю, ну, мне это не нужно, я нуждаюсь в деньгах, а не в развитии. У меня уже сколько каналов, типа, тра-та-та. Ну, тогда вы нам неинтересны. Все. Это все, что мне предложила RPG Club. Деньги нет, мы вложимся лучше в софт. Софт, кстати, этот стоит 5к рублей в месяц. Вот. Я никогда не пользовался такими софтами. Вот и все. А ты верил? Ребята, вы реально верите, что их смотрит тысяча человек? Ну, вы в своем уме? Я стримлю полтора года. Я стримил старт классика. Я стримил то, 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 сё. Я дохуя чего стримил, ребят? Я дохуя стартов стримил. Я стримил старт евро... Этой фришки, как она? Блядь, как это? Талис, Талис. Я был на сайте. Меня смотрело 900 зрителей. Вы в своем уме? На сайте RPG Club не было никого. Не было никого. Вот и все. Ответьте мне, где живые люди? Это боты. Вы что, не понимаете? Боже, да сами задайте себе вопрос. Да ну, блядь, Осивка, люди захотели правду, я даю им правду. Это та правда, которую вы должны знать. Платформа Lineage 2? Я расскажу больше. Платформа Hi-Fi состоит из 5000 человек. Не более того. Можно расширить сервера до 7000. Максимум. Максимум. Задайте этот вопрос любому админу, который держит Hi-Fi сервер. Он ответит, да, это правда. Понимаете? Но он стримал Аверию, до этого я его тоже смотрел. Вот 300. Все, забей. Хорошо. Вот. Вы понимаете, что то, что на сайте RPG Club, это все ложь. Поддельная иллюзия, которую вам дают, как еду. Вы это понимаете? Вы, веря в это, идете и донатите. Да, там хороший онлайн, не спорю. 5000 это нормально. Это хорошо. Где бабло, дубасик. Бля, я не пьян, я такую хуйню пизжу. Это жесть. Эти пидоры RPG накрутили 11к, и школьники верят. Вот. Как может Hi-Fi 11000 держать? Как? Классик. Линейдж 2 классик. Старт. Просто. Ажиотаж. Пизда. Никто не знал, что на классике будет такой хардкор. Никто не знал. Сколько держал один сервер классика людей? А ну, в чатике напишите, не слышу. Сколько? Правильно. 5-6 тысяч максимум. Людей не пускало. Точно так же, как и на RPG, что-то там какие-то лаги с логинами и так дальше. 5-6. Это новейшая платформа, которая есть. Сделана из года. Вы понимаете это? 6 это был максимум. 6 это был максимум. Люди не могли зайти. На один сервер 6000 человек. Вы это понимаете? Притом, очень много народу туда шло. Очень много. А теперь ответьте мне, пожалуйста. Откуда на Hi-Fi берется... Сколько? 14, да? 14 тысяч человек! При том, что это устарелая платформа. Ну-ну-ну? Ну-ну-ну-ну-ну? Откуда? Конечно! Накрутка. Это накрутка. На Кетраварс 3000, ребят. Живой онлайн. Вот и все. Я человек... Я не овербафер, который там заходит, обсакает, потом рекламит, еще что-то. Я просто вот люблю рассказывать людям правду. Если мне скажут... Гекс, скажи, что у нас на сервере играет 50k человек, мы тебе 50k заплатим. Хуй! Я никогда это не скажу. Я скажу правду. Ребят, вы понимаете, что вместительность сервера 5-7 тысяч человек максимум. Откуда 14? Вот. Умножьте на 2. Вот и все. Это реальная правда, которой я добиваюсь всю жизнь. Почему я пошел стримить? Доносить людям правду в принципе. Вот я имею какое-то влияние, да? То есть я популярная личность, и я могу что-то рассказать. Ну, много чего могу рассказать, и люди там выслушают меня, и так дальше. То есть любая инфа, которая мне придет, я могу ее вот рассказать на стриме, и много кто ее выслушает. Ребят, вы что? Ты дреда видел? Он жирный, он один занимает 1500 слотов на сервере. Да ладно, ребят, это я не шучу, это правда. Это действительно правда. Просто я человек... Ну, мой стрим можно назвать честный стрим. Искренний стрим. Я не люблю врать людям. Мама, я гладиатор 44-го. Ну, сейчас гладиатор 55-го. Хуйлуша, ты не личность. 25 лет сидишь, мне 23. Я нихуя не добился? А чего добился ты? Задаю тебе такой же встречный вопрос, и отвечаю сразу на тот. Твой. Я ничего не добился. А. Я пиар-менеджер одного из очень популярных магазинов. Ну, я мало зарабатываю, не спорю. Но этого мне хватает на жилье. Это А. Второе. Я имею публику, которая... Как там, за Гекса, что-то там, блядь, хуй знает, как они говорят. Но суть не в этом. Вот. Что ты там скинул? А ты уже поставил елку на Новый год? Ох, елка-мать, нормально. Так, что там? Сейчас проверю. Блядь, что-то не приходит. А, да, пришли 15 гривен. Спасибо, братан. Пришли 15 гривен, да. 15 гривен пришло. Спасибо, братан, большое тебе. Спасибо. Вот. Что я говорил? Господи, сбили меня с темы. Чем я занимаюсь, да? Я являюсь пиар-менеджером одного сайта. То есть, много предложений, еще чего-то. Я не беру там разные предложения еще какой-то хуйни. Ну, по сути, я не хочу говно пиарить, еще что-то. Да, оклад пиар-менеджера 15 сисок тестов в день. Все верно. Вот. То есть, мне хватает на жилье. Я добился того, чтобы заниматься любимым делом у себя дома, заниматься любимым делом, стримить, вести свой дневник, скажем так. Вот. Ударяет мне жирный. Вот. Я занимаюсь тем, что я люблю. Я играю в Линейдж 2. Это раз. Таёп твою мать, хватит мне заказы делать. Ребят, я понимаю, вы хотите меня сбить сейчас с дерьма. Я не пил. Я серьезно. Триумф хочешь, чтобы я пуху тыснул. Вот. Понимаете? Я занимаюсь любимым делом. У меня вот есть компьютер, который, блядь, для меня, ну вот, приносит деньги. Я играю в игру, которую я люблю. Понимаешь? То есть, ты, приходя с работы, ты тоже можешь уделять игре. Но я уделяю ей намного больше времени. Причем, показываю ее людям. Я общаюсь с публикой. Кто-то меня уважает, кто-то наоборот. Я занимаюсь тем, что я люблю. Вот, чего я добился. Что я хотел, я то получил. А чего добился ты, хуесос, который написал мне, что я в 25, хотя мне 23, сижу за компом всю жизнь и так дальше. Я захочу, я могу пойти в зал. У меня стримы с 8 утра до 6 вечера. Извини меня, я могу уделять себе время. Не так ли? Вот. Понимаешь? Когда у тебя будет партнерка, нужна будет эмоция сосиски в тесте. Конечно. Вот. Понимаете, ребят? Да, ребят, вон может принимать TopStreamerL2. Спасибо, Максим, очень приятно. Вон может принимать средства на свой вебмани и это самое. И перечислять мне их на киви, кстати. Гек, что случилось? Ты пиздился с родителями? Что за слезы? Нет, я просто рассказываю о жизни людям. собрал, рассказываю. Мудрку дай сюда, Гекс. Да, вон, дам Мудрку. Вот. Вон может принимать ваши средства на киви, ребят. А я буду у него потом их забирать. Пока пиздишь, сидишь 5 минут, займёт. А у меня, у меня нет телефона, на который я могу его сделать сейчас. Понял? Вот в чём прикол. А Мудрку за сколько сосисок Даш. Та ёб твою мать. Вот действительно, вот, человечек пишет, сейчас, блять, где вон, нахуй. На, Мудрку. Потому что, чтобы его не банило. Почему? Почему не давать? Я как с Воном, так и с Гукачем общаюсь. Кстати, кто мне написал? Вот Гукач предлагает создать группировку, которая будет бороться с каналами, которые накручивают. Я не знаю, как добиться этого, но я был бы только за. Потому что, ну вот поймите, люди, платформа Lineage 2 из зрителей состоит, ну, тысячи полторы где-то. Вот днём. Тысячи три-две может максимум. Я говорю сейчас максимальные цифры. Вечером. И вот эти люди, кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там. Понимаешь? Кто-то где-то сидит. Продаю Мудрку на канале тысячу рублей. Репортить канал как бы надо. Репортили каналы с накрученными, я не знаю, кого-то банили, кого-то нет. Зашёл на стрим к пацану 500 плюс онлайн, а в чате пишут 5 человек. Вот и я о том же. Он говорил, это его наебали при покупке. Куплю гараж. Тебе сосисок в тесте можно на вебмани кинуть? Мне, у меня пока нет вебмани, но это, 300 предел того, что можно собрать в час пик. Но тот, кто мне, смотрите, он может сейчас спамить в чат вебмани, на который можете высылать деньги. Эти деньги он перечислит мне на Киви. Но тот, кто перечислал деньги, чтобы я был в курсе, там, ну, не было никаких вот тёрок, да, вы напишите в чате, ну, не в чате, а мне в ВК хотя бы, что вы перечислили. Вот и всё. То есть, подтверждение там скрин можете дать или ещё что-то. То есть, скриньте, чтобы не было никаких там вопросов. А, я ж скинул, что ты пиздишь. Вот так. Или вообще нужно за мной. Ну, она хорошая девочка на самом деле. Ну, почему крутит, не знаю. Процент себе возьмёт. Потом он тебе какой перечислит. Да нет, он мой друг такой же, как и Глукач. И вот многие там, что-то про Глукача, что-то про Вона. Ну, я со всеми хорошо общаюсь, ребят. Я не вмешиваюсь в вот эти вот холивары и так дальше. Я со всеми хорошо общаюсь. Вот. Я вижу, что Вон на канале, я вижу, что Глукач на канале. Но я ни от кого не скрываю общение, что с одним, что с другим. Вот. Просто я не вникаю в эти. Я не люблю конфликты, хотя они меня преследуют всю жизнь, блядь. Я не знаю, почему так. Ну, так получается. Ну, крутит она и что. Вот. Это её дело, понимаешь. Делай в обмане и будем кидать именно тебе. Хорошо, сделаю. Вот. Просто, блядь, меня сбили. Вы специально, да? Вот. Платформа людей, как я уже говорил, она по чуть-чуть куда-то рассыпается. Я не говорю донатить. Фантастик. Просто люди задают вопрос создай веб-мани, создай веб-мани. Хотите, не донатите. Не нужно. Я просто говорю. Я просто говорю, ну, кто хочет, можете. Люди задают вопрос, я им отвечаю на этот вопрос. Почему тот хуесос, что говорил, что мне 20 плюс лет, там, 25, я нихуя в жизни не добился, вот сейчас не хочет зайти и не написать, ну, вообще ничего. Хотя ему ответил адекватно вполне. Я каждому так отвечаю. Короче, да, спасибо за подписочки, ребят. Спасибо за подписочки. Короче, 4К рублей я этих не вижу. Как этого зрителя звали, кто должен 4К рублей перечислить был? Блядь, я забыл. Как его там? Напомните, в конце видео, сейчас видео закончу. Он говорил, 10 минут АФК, уже прошло до хуя времени. Привет, братишка, привет. Кто помнит, как его там? Как Ник был? Богдан задонил, пацан, 670 рублей. Вокал, транс. Спасибо, вон. Вот. Вон говорит всю инфу, вот сейчас я при вас буду записывать, вот. Вот, я себе, я ему буду в ПМ даже писать, вокал транс. Мне просто нужно, чтобы вносить в донаты вас, ребят. Вот. Вокал транс, 670. Вот. Жень, я тебе буду в личку слать просто, чтобы не забыть. Мне нужно их просто внести будет потом в этот, скажи, как оно называется. Ну, ты понял, в список донаторов. У тебя чуть-чуть горит. Да, у меня горит. У меня всегда горит. Ребят, а теперь задайтесь вопросом. Почему у меня горит? Почему? Ребят, вон, говорит, и делает правду. Он не наебывает. То есть, кто хочет, вон, может проспамить свой кошелек, вот, пишут, где в мане, тра-та-та. Кидайте на этот, боже, как он называется. На кошелек вон, а он мне потом на киви скинет. И все. Все проблемы. А на днях я сделаю говорящий донат. И все. И все будет адекватно. Все будет заебись. Не переживайте. Сервер или классик? Это линейдж 2 классик, гранд ка. Спасибо вон. Вот. То есть, я хочу, чтобы каждый из вас понял, почему я горю, когда кого-то накручивают. Ну, зрители и так дальше. Я не знаю, это вопрос к нему. Дубасик. Вот, Дубасик, да. Дубасик 228. Надо где-то себе пометить. Я напишу. А, вот, мне написали. Спасибо, Максим, братан. Спасибо. О, господи, сколько вы, сколько вы мне тут спамили всего. Короче, кто хочет поддержать Богдана? Да, да, да. На этот кошелек, кто говорил, где вебмани? Как твою мамку зовут? Андрюша, братан, опять ты. Да не нужно ее ебать. Братан, ну не нужно. Ну, ну зачем ты огрешишься? Вот ответь, зачем? В общем, Дубасик, я не вижу, чтобы он скинул 4К рублей, хотя времени уже достаточно прошло. Если он скинет, я запишу отдельное видео благодарность ему за то, что он задонил. Пока он задонил только 1000 рублей. И Иван 20 рублей. Также задонили, вот, Жене на кошелек VocalTrans 670 рублей. Блядь, братан, VocalTrans, спасибо, брат, что ты вот действительно поддержал меня. Спасибо, от души, от души, правда, спасибо. Почему мое сообщение не приходит? Какое? Какое сообщение? Вот многие задаются вопросом, что ты огрешишься, что ты кричишь, что ты нервничаешь. Все потому, что я не люблю ложь. Я не люблю ложь, иллюзии и так дальше. А это те же накрутки, пиздеж и так дальше, за спиной. Вот и все. Гекс молодец, все правильно говоришь. Каждый человек должен заниматься тем, что ему по душе. Да, мне это по душе, чем я сейчас занимаюсь. Сам закончил институт МВД, сейчас работаю следователем. Работа тяжелая и не очень денежная работа. Только по призванию, удачи тебе. Захожу, смотрю на работе, поднимает настроение, жди донат зарплаты. Спасибо, брат. Не, Эдвард Кросс, не надо донатить. Я знаю, какая у вас там работа, не надо. Правда. Мне приятно, что ты осознаешь, что вот я гну свою линию, я делаю все правильно. Мне приятно, но не нужно донатить. Я знаю, как вы там живете. Спасибо большое за то, что ты написал. Мне правда очень приятно, но не нужно донатить. Я знаю, какие зарплаты у следователей, я знаю, какие зарплаты вообще в полиции сейчас. Это хуйня. В Украине. Ладно, еще в России это такое, а в Украине это забей. Почему ты не связал свою жизнь с работой в МВД или спортом? Ленивый? Нет. Просто это не мое. Мое... Я в детстве когда-то снимался в рекламе, ребят. Я не помню, что за херня было, но в какой-то городской рекламе. Мне настолько было приятно это, когда вот я что-то там разговаривал на этом видео, и это по телеку показывали. Я люблю, так скажем, публичность. Я не люблю популярность. Я не скажу, что я люблю популярность. Я больше люблю публичность. Я люблю доводить людям правду. Я люблю быть, так скажем, голосом правды. Я не знаю, голосом Бога. Это шутка. Но я люблю доводить людям правду. И вот многие из людей, которые поняли это, они это ценят. Мне это очень приятно. Тот же Осивка. Он постоянно мне донатит. Я бы не назвал его миллионеров там или каким-то крутым чуваком, но он второй в списке по донату, ребят. Человек донатит всегда. Потому что когда-то он со мной пообщался, он понял мое действительно положение, отношение к стриму, отношение ко всему. Он понимает, что я серьезно этим занимаюсь. И мне приятно, когда люди ценят. Суть не в деньгах, мне просто приятно, что вы это цените. Вот и все. Гекс, привет, возник вопрос. Глядя на твои старые фотографии, ты был более мясистый, имел опыт принятия фармакологии. Что считаешь по этому поводу? Сейчас расскажу. Потому что тот, кто не крутится, тот старается потом. А кто крутится, сосет. Братан, не жми, сделай и без 4К рублей. Хватит унижаться. Тогда я же все, я все записал. Боже, при чем тут это? Ты откуда? Я бы задонил, правда, денег вообще нет. Да не надо, братан. Создавай секту, я уже выезжаю. Скажи модерам, скажи модерам, чтобы пропустили мое сообщение. Я тут написал свои мысли. Сейчас. X пропустил. Хорошо. X, а ты откуда? Белая церковь под Киевом. Я встречаюсь также со своими зрителями. Это не имеет для меня никаких проблем. X срывается на китру. Можно подумать. Кто там говорил, будет донить, если у X будет вебмани. Если не балаболы, вот кошелек. Да, ребят, вон кошелек вебмани, можете донатить. Я все записываю, благодарю прямо сейчас на стриме. Вот сейчас розыгрыш мышки. Нет трех тысяч еще, братан. Вот. Сейчас еще раз чекаю Киви. Я не вижу, чтобы дубасик там задонил. Но все равно красавчик тысячу рублей задонил позже. Похуй на те четыре, которые он сказал еще задонил. Суть не в этом. Вот. Я даже потек, ебать. Запись я закончу. Запись. По поводу этого. Потому что действительно уже очень длинная запись. Сейчас закончу. Да, и спасибо вам, ребят. Спасибо от души, что смотрели. Я не заканчиваю стрим. Просто запись закончу.